В теме следующей перейдем с 1 января. В России будет выплачиваться единое универсальное пособие. Эта денежная выплата будет включать в себя 6 уже существующих пособий для семей с низкими доходами. Отмечается, пособие получат родители около 10 миллионов детей. На эти цели государство направит 1 триллион 700 миллиардов рублей. Очно в бумажном виде заявление на пособие можно будет подать с 9 января, а электронные заявления на портале госуслуг можно будет заполнять уже с 28 декабря, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Она отметила, что единое пособие будет предоставляться по одним правилам во всех регионах страны семьям со среднедушевым доходом ниже 1 регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия на детей составит 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионе в зависимости от финансового положения семьи. В среднем по стране в 2023 году это 7, 10,5 или 14 тысяч рублей. Первые выплаты семьям с детьми начнут поступать уже во второй половине января. Более подробно о правилах начисления единого универсального пособия в нашем крае мы поговорим со специалистом на студии Мария Славутская, руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю и еврейской автономии. Доброе утро. Доброе утро. Для начала давайте все-таки напомним, какова цель введения именно единого социального пособия, в чем его преимущество? Во-первых, это логичное продолжение государственной политики по упрощению для семей с детьми государственных услуг. Эти меры вводились поэтапно для разных категорий, для разных групп возрастных и по разным правилам назначались. И назначают эти пособия сейчас разные ведомства, и соцзащита, и пенсионный фонд. Единое пособие – это единая мера поддержки, она будет одна, и включает граждан от беременности до достижения ребенку 17 лет. То есть такая целостная, включает в себя полный спектр этих мер. И таким образом гражданам не нужно будет обращаться в разные ведомства. Она будет назначаться, единое пособие будет назначаться по одним правилам в режиме одного окна. С 2023 года, как вы уже правильно сказали, назначать единое пособие будет социальный фонд России, и будет назначаться по тем же правилам, которые сейчас назначаются пособия от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. То есть с учетом комплексной оценки финансов, имущества и трудовой занятости родителей. И если говорить в целом, то получается, что создаются единообразные правила, понятные для всех будут единообразные правила и целостная система бесшовного предоставления мер семьям с детьми. То есть я правильно понимаю, что вот было большое количество разных пособий, они сейчас заменяются одним единым? То есть вот те пособия, которые были раньше, их уже не выплачут, то есть они заменяются вот как раз новой единицей? Да, вы правильно понимаете. Значит, единое пособие, оно объединяет в себе уже действующие меры поддержки. Это такие, как от 0 до 17 лет. Включают пособия на 1, 2, 3 ребенка от рождения до 3 лет, также с 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Эти будут включать единое пособие. То есть раньше это было несколько разных сумм, которые поступали от разных ведомств по факту на счет человека. Теперь это будет объединяться в одну сумму. Да, да. Но единственное, что стоит еще сказать, что те меры поддержки, которые семьи сейчас получают, сейчас такой переходный период, что они могут и не идти сейчас за единым пособием, особенно это касается тех, кто получает в максимальном размере, поэтому они могут пока не торопиться и не торопиться за единым пособием. А актуально это для тех, кто только вот вообще никаких еще мер не получает, только будет обращаться, и для тех, кто, допустим, получает в размере 50%, 75%, но если, например, после назначения как-то изменилось имущественное положение или финансовое положение семьи, и семья полагает, что да, возможно получить максимальный размер 100%, тогда да, действительно им вот стоит... Мария Алексеевна, давайте все-таки разберемся, вот какие категории подпадают под это единое пособие, кому нужно озадачиться, то есть, насколько я понимаю, тем, у кого уровень дохода ниже прожиточного минимума, или как вот высчитывается? Ну вот, допустим, семья может как бы определить, да, имеет она право на это пособие или нет, если она хорошо знает свои доходы и имущество, ну то есть оценить объективно доходы и имущество. Как вы уже сказали, что это пособие для семей с низкими доходами, то есть у тех, у кого средний душевой доход, менее одного регионального прожиточного минимума на душу населения. В Хабаровском крае этот показатель составляет сейчас 18 558 рублей. То есть мы берем, грубо говоря, 4 человека, например, в семье, двое взрослых и двое детей, то есть на каждого должно приходиться 18 000 рублей. Совершенно верно, это и есть средний душевой доход. То есть весь доход суммируется, делится на 12 месяцев и на количество членов семьи. Ну вот здесь еще можно сказать, что входит именно в доходы. В доходы включается заработная плата до вычета налога, потому что некоторые семьи как бы вот этот момент не учитывают. 13% по доходу налога. Да, да, они как бы считают уже то, что получают на руки до вычета налога. Дальше включается в доход пенсии, стипендии, алименты, а также меры социальной поддержки. Кроме этого, чтобы семье понять, имеет ли она право на единое пособие, кроме дохода нужно еще оценить свое имущество, потому что существуют определенные ограничительные критерии. Например, если семья не многодетная, то такими ограничениями является наличие двух и более автомобилей, двух и более квартир. Кроме имущества, конечно, еще важный фактор – это доходы от трудовой деятельности. То есть родители должны иметь официальные доходы, вернее, доходы, которые можно подтвердить официально. К ним относится, естественно, заработная плата, если это наемный работник, или доходы от предпринимательской деятельности, ну, также пенсии и так далее. Но, конечно, есть такие ситуации, когда у семьи по объективным причинам отсутствуют доходы. Здесь, конечно, это исключение. Ну, например, если родители ухаживают за ребенком-инвалидом, в силу этого они могут работать дальше. Или нахождение на лечении длительное, или семья многодетная, и так далее. Ну, или потерял работу в течение месяца, например. Существуют вот такие моменты, которые не рассматривают. Давайте еще раз сейчас разъясним, чтобы все сейчас не побежали толпой оформлять вот новое универсальное единое пособие. Мы сейчас разъясним, кому действительно нужно обратить на это внимание, и в какой форме заполняется это заявление, какие документы нужно подать. Ну, вот мы немножечко затронули уже, что, значит, ну, во-первых, конечно, вот, что семья должна оценить, что, да, действительно, она семья с низкими доходами. Дальше. Вот я уже сказала, что не стоит торопиться тем, кто уже выплаты получает в максимальном размере. Вот им, как бы, стоит подождать, когда эти выплаты закончатся, и там уже, ну, в смысле, срок выплаты закончится, и там уже дальше подавать заявление на единое пособие. А пересчет ежегодно производится, да, нуждаемости семьи? Ну, да, подается заявление по окончанию срока, выплаты назначаются на год, и по окончании срока подается заявление для подтверждения права. Вы знаете, я вот просто сейчас попробую на калькуляторе умножить, да, получается, ну, 18 500 округлим на 4-х человек, да, есть семья, например, с двумя детьми на 12 месяцев. Так, стоп. Ну, то есть, получается, средний доход где-то около 70... Если доход семьи ниже 74 тысяч рублей, то семья, в принципе, может претендовать на такую выплату. Ну, если рассчитать, да, что... То есть, на каждого человека 18 500 округлим? Что менее на каждого, на средний душевой доход, то есть, на каждого члена семьи, менее одного регионального прожиточного минимума на душу населения, то вот уже претендуют. А какие-то социальные выплаты, которые уже получают семья, они тоже туда входят? Ну, да, они входят, но, конечно, не все, потому что там есть еще порядок такой, ну, это такие уже тонкости, когда, допустим, назначается на одного ребенка, да, и если на него уже в предыдущем периоде получали другую выплату, она не учитывается в доход. Ну, это уже такие тонкости, которые, как бы, ну, не для всех, ну, не все получают. Но вообще это надо иметь в виду, что специалисты пенсионного фонда, они вот в расчет не берут, то есть, вот именно такие доходы. Мария Алексеевна, знаете, еще разъясним, вот 50, 75 или 100 процентов детского прожиточного минимума, что это значит? Это от чего зависит? Значит, это зависит, конечно, от дохода, от дохода, среднедушевого дохода семьи. То есть, если семья имеет среднедушевый доход менее одного прожиточного минимума, устанавливается первоначально 50 процентов, 50 процентный размер. Если после этого, после установления снова идет расчет, если после этого снова среднедушевой доход все же не дотягивает до одного регионального прожиточного минимума, тогда устанавливается 75%. После этого снова расчет. И вот после того, как убеждаются, что и в этом случае не дотягивает до регионального прожиточного минимума, тогда устанавливается в максимальном размере 100%. Но я уверен, что специалисты в любом случае вам разъяснят, если вы обратитесь. Спасибо большое. Очень важный момент забыли сказать. Вот вы немножко затронули, как подать заявление. Значит, заявление можно подать в электронном виде на портале госуслуг. И сервис предварительного заполнения уже откроется 28 декабря. То есть это очень удобно. Семья может предварительно заполнить, не торопясь проверить правильность заполнения, что очень важно. И эти заявления поступят в пенсионный фонд в январе. А уже с 9 января, с первого рабочего дня, можно подать в КЛЕССКИ службах социального фонда и в МФЦ заявление. Да, и в первую очередь напомню, что это наиболее актуально для тех, кто сейчас получает выплату, но не в 100% объеме, либо не получает совсем. Спасибо большое. В гостях была Мария Славутская, руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!